Вооо, это вообще у нас ни хрена себе первый человек который на Марсе побывал Это Эдисон, да, ребят Всем привет дорогие друзья, с вами снова Эдисон, добро пожаловать в Майнкрафт А точнее в обзор новой версии снапшота То есть будущей версии Майнкрафта 1.9 И что мы будем рассматривать в этой серии? В этой серии, во-первых, я все больше начинаю замечать то, что создатели Майнкрафта все больше начинают пихать в Майнкрафт какие-то моды и делать это ванильным Майнкрафтом. Это офигеть, ребята. Ну ладно, в этой серии мы рассмотрим два новых зачарования, которые позволят вам ходить по воде. Да, ходить по воде, то есть замораживать ее, это прям реально уже какие-то моды. И иметь бесконечные предметы, они у вас никогда не будут ломаться и будут восстанавливаться прям за считанные секунды, я не знаю. Также мы рассмотрим небольшие изменения лодок, они стали быстрее, также мы рассмотрим летающие лодки, как бы это странно не звучало. И мы рассмотрим небольшие изменения в зелеварении и также, ух, нихрена себе, у вас там уже деточки появились. И также небольшие изменения в крыльях, да. Но перед этим, как обычно, я бы хотел вас попросить лайк. Ведь, ребята, если вы поставите лайк, вы действительно сделаете меня очень счастливым. Я буду рад каждому вашему лайку. Если вы не хотите пропустить следующие обновления, то я буду следить за новостями и выпускать их как можно быстрее. Ну, просто взамен попрошу вас поставить лайк, ведь вы делаете приятно ютуберу, когда делаете такое доброе дело. Также не забываем подписываться на мой канал, ведь я рад каждому новому подписчику, который вступит в нашу большую дружную семью. И также не забываем оставлять комментарии, ведь я общаюсь со своими подписчиками и также отвечаю на их вопросы. Ребята, мы приступаем к самому обзору. Давайте, ребята, сразу же приступим. И приступим мы сразу же с крыльев. То есть, им добавили небольшую анимацию. Когда вы сейчас становитесь на шифт, вы прям распускаете свои перья, прям как павлин какой-то. И смотрите, вот это реально круто даже сделали, чтобы ты там прям хвастался своими крыльями. Мол, смотрите, какие у меня крылья офигенные. Во, 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 смотрите. Ну, это круто, ребята. Это реально круто, то, что сделали такую небольшую анимацию. Это мне, если честно, понравилось. Что это такое за какие-то, какие-то сектантские символы. Я вам расскажу чуть-чуть позже. А первое, что бы я хотел посмотреть, рассмотреть, показать вам это новая книжка зачарования первого и второго уровня. Что она делает, ребята? Фрост, Валкер, то есть, если непрятно дословно переводить, а просто перевести, вы сможете замораживать вуду, когда будете на ней ходить. Это, ну, круто. То есть, я это видел вроде миллион раз где-то в модах, если я не ошибаюсь. Да, многие это видели, многие даже видели в обзорах команды, да, то есть без модов, что было такое. А сейчас это появилось в ванильном Майнкрафте. Разработчики это все же добавили. Как это все, ребята, работает? Вам просто нужно зачарить ваши ботинки на Фрост, Валкер, и смотрите, что происходит. Когда вы ходите по воде, то она замораживается. Но, как видите, лед ломается сразу же, через несколько секунд, и сразу же опять появляется обычная вода. Вот видите, то есть, разработчики даже внесли небольшой баланс в эту книжку зачарования. То есть, не, 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 если вы встанете на воду, и она замерзнет, то есть, превратится в лед, то она будет навечно льдом. Нет. Нет, ребята, вы видите, то, что, то, что все-таки они это даже продумали, да, то есть, Фрост, Валкер, то есть, вы замораживаете воду. А если вы уходите от этой воды, то вашего заморожения нету, и вода, как бы, опять начинает получать тепло, и все же она опять начинает тануть. Это круто, то есть, это реально очень даже круто, то, что они так сделали, и, в принципе, это да. Можно сказать, это очень круто. Как вы можете это получить? Вы можете только получить это при торговле с жителями, или же найти где-то в данжах, например, когда вы находите какую-то то ли сокровищницу в пустыне, то ли находите какие-то данжи под землей, допустим, ну, скелета и там зомби, или когда находите данжи там в джунглях, да, когда, допустим, ну, данжи в джунглях, в принципе, все знают, что такое. Или, может, даже в новом мире эндера, да, когда вы убиваете эндер-дракона, если честно, там еще не смотрел, но возможно. То есть, вы можете получить это зачарование только таким способом. Другим нигде его нельзя получить, и когда вы это все чарить будете, это не будет работать, только вы можете это получить, когда будете в данжах. Ну, это прикольно, то есть, смотрите, ребята, это реально очень даже круто сделано, и, как видите, смотрите, мы ходим, вода перед нами превращается в лед, а сзади нас уже начинает тануть. Это круто, потому что вот эти новые изменения, они, мне кажется, будут прям большим открытием для каких-то новых мини-игр, или новых каких-то режимов, потому что вот это все очень даже... Знаете, что вот эти все создатели различных серверов, которые прям пилят и пилят и пилят новые мини-игры, они с мозгами, ребята, и мне кажется, что у них в голову придут, ну, как минимум, 10, так или там сколько идей, которые они смогут воплотить в жизнь, и с них получатся реально вот классные какие-то мини-игры. Но, ребята, но-но-но-но-но-но-но-но... Будем мы что-то дальше показывать, или все-таки пойдем рассмотрим лодки? То есть, первое зачарование мы рассмотрели, что оно делает, второе то, что... Второе зачарование я вам покажу немного позже. Но давайте мы сначала рассмотрим лодки. Что сделали с лодками? То есть... Так, давайте это, может, лучше снимем, да? Ну, они просто-напросто стали немного... Немного быстрее, да? То есть, смотрите. Мне кажется, они действительно стали немного быстрее. То есть, сейчас вы можете реально быстрее плавать, не так медленно, как это было. И, в принципе, собственно, управлять, какую скорость вы хотите. Я не знаю, если я буду вот так много раз нажимать, то... Не знаю, будет ли это быстрополад. Но если просто зажать... Если просто зажать, то, в принципе, млекарсы реально даже очень круто, и очень даже быстро плавают. Вот эти новые лодки. То есть, после этого обновления в этой версии снапшота. Но также тут присутствует баг. Я нашел, ребята, баг, который тут присутствует. Что он делает? Вы просто нахрен летите в космос на лодке. То есть, что тут делает слайм-блок? Охренеть, что он тут делает. Давайте, ладно, ставим. Ставим лодку на слайм-блок. Ждем, пока топливо затечет... Затечет во все дыры этой лодки. Чем дольше она там будет стоять, тем... Чем... На дальнейшую планету в космосе вы отправитесь. Ребята, вы готовы? Только сразу же нужно... Сразу же нужно... Слезать с лодки. Потому что, если вы долго будете сидеть в лодке, когда она будет находиться в воздухе, у вас крашнется мая. Поэтому... Так. Лодка сама куда-то... Это прям запуск, нафиг. Такое... Лодка у меня в гараже стоит. А может мне, типа, прогулочку на воде сделать? Нажал на кнопочку... Лодка запустилась, приземлилась где-то там в озере. Ну, это реально круто, ребята. Ну, как круто. Это баг, но смешной баг. Посмотрите, давайте мы еще раз нажмем. И я полетел. То есть, она меня запустила, и я дальше могу лететь на собственных крыльях. Я просто... Я просто не могу этому навеселиться, потому что это реально очень даже прикольно. То есть, я понимаю, что это баг, да? Это баг. Ну, смешной баг, да? То есть, очень даже смешно. А ну, давайте еще раз. Во! Это вообще у нас ни хрена себе. Первый человек, который на Марсе побывал. Это Эдисон, да, ребята. Ну, все же мы надеемся, что эти баги исправят. Но это смешно, ребята. Офигеть! Вы можете установить вот этот новый снапшот и сами там... Сами там вот так бы прикалываться в космос, полетать на лодке. Это охренеть как. Ну, ладно, ребята, мы дальше приступаем. Что у нас дальше по списку? Дальше по списку давайте рассмотрим небольшие изменения в зелеварении. Я, как знаю, там что-то изменили. Я никогда не увлекался зелеварением. Но все же я вам покажу, что какая-то система вроде топлива, да? Что, мол, вот сейчас вы можете класть Blaze Powder и оно будет работать как топливо. Я не знаю, было ли это так раньше, не было ли это так раньше. Ребята, я извиняюсь, я не могу знать. Я никогда не увлекался зелеварением. Но если вы прям какие-то там химики, там, мед в подвале варите, то это специально для вас, дорогие друзья. То есть сейчас это все работает на вот этом. Сейчас мы получили Potion of Night Vision, да? То есть ночное зрение. И также мы получили Potion of Fire Resistance, да? То есть сопротивление огню. Я не знаю, было ли это так или нет, но сейчас Blaze Powder играет роль топлива, да? Это мы, ребята, рассмотрели. Давайте это все выложим. Приступаем. Я не скажу, что к самому интересу, потому что интересно у нас только что было. Но все же приступаем ко второму зачарованию. Что оно делает? Мендинг. Я вроде включал русский язык. Там, к сожалению, еще не перевели вот это все. Оно также там пишется мендинг. Но что это означает? То есть в какой-то степени это, можно сказать, ремонт. Автоматический ремонт предмета. Ну, бесконечные предметы в Майнкрафт. Ну, просто на секунду представьте, что это такое. Я не знаю. То есть вам ни опыт не нужен будет. Ни алмаза, чтобы чинить. Ни вообще, ни хрена. Просто найти вот это зачарование. Зачарить себе там хоть что. И у вас будет в какой-то степени бесконечные предметы. Давайте, допустим, я вам покажу, да? Давайте, допустим, я вам покажу. Вот. У нас уже... Давайте я включу вот это. Обзор вот. Вот давайте мы тепехнемся. У меня тут где-то было. Вот давайте вот сюда мы, да? Тепехнемся. И вот у нас полные, полные вот эти крылья, да? То есть они у нас ни разу не стукнулись. Ни разу не летались. Они у нас на полной прочности. Сейчас у нас 428 прочностей. 428 с 432. То есть уже прочность она потеряла. Давайте убьем. Нет. Нет, с этого не убьем. А если мы... Нет. А нет. Все. Они уже по фулу зачарены, ребята. Вы заметили это? Вы заметили это? Вот смотрите, даже... Давайте мы еще раз полетаем. Как это все работает? Давайте я еще раз, ребята, вам покажу. Вот приземлимся прямо вот тут, возле свинок. 428 с 432. И меч 1560 с 1561. Подняли опыт. Фулл прочность на крыльях. Ну и чуть-чуть у нас убавилась прочность на мечу. Потому что мы все-таки... Все. Фулл меч. Фулл меч. Все. То есть вы можете восстанавливать прочность вашего оружия, броньки. Не важно, чего, что у вас находится в инвентаре, что теряет прочность. Убивая врагов, копая ресурсы. Печкой что-то, плавя. Короче, любым способом, которым вы можете получить себе опыт. Да, ребята. Ваше оружие будет восстанавливать свою прочность от вашего опыта, который вы будете получать. Я не знаю, ребята. С одной стороны, это прям офигеть, как шикарно. Это мне понравится. С другой стороны, это немного читерно. Потому что это намного упростит вам так игру, что это с ума можно будет сойти. То есть... Я не знаю. По сути, у вас меч зачаренный на вот это. Вы идете, убиваете кого-то, теряете прочность тем, что вы кого-то стукнули. И в ту же секунду поднимаете опыт с того моба или животного, которого вы убили. И заново восстанавливаете себе меч, как только что это на ваших глазах произошло. Я не знаю, ребята. Я не знаю. Давайте я сейчас... Вот смотрите, ребята. У нас там лежит зачаренная... Зачаренная... Чирик есть зачаренная. Лопата, да? То есть все знают, что... Ну... Ну... Золотая лопата, самое днище, что может быть. Смотрите, как она быстро тратит свою прочность. Да? То есть вот тратит, 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 тратит. Половины прочности у нее уже нету. Вот видите, у нее уже 12 прочностей из 32. Кидаем. А нет. А почему она... А нет, 15. А сейчас 15. Хм. А почему-то она не восстанавливается. А если вот так, хрен его знает. Вроде у меня нам эндинг из зачарена. А фиг его знает, ребята, честно. А может нам... А ну давай... Это что за... Аааа! Твою, я уже напугал, что это за хрень такая. Ааа... А давайте, может, знаете, как мы сделаем. А давайте мы вот так попробуем. Давайте выдадим себе алмазную кирку. Будет ли это работать? Ааа... Я просто хочу... Я сам просто еще... Мне интересно вот это. Энчант. Давайте, давайте себе заэнчантим. Вот так. Майнкрафт. Давайте efficiency 5 И давайте Mending Сколько там 1, да? И давайте сейчас себе Алмазы, diamonds Вот, алмазики, вот так Вот, вот так Сейчас, ребята Смотрите, что мы сделаем Что мы сделаем, давайте мы может что-то Вскопнем, я не знаю, что тут у нас есть Давайте Тепехнемся вот сюда Вот тут что-то вскопнем, если у нас тут что-то будет Ух, чуть-чуть не Чуть не умер, чтобы просто-напросто Чуть-чуть прочность там потерять, да? Вот там у нас Сколько? Вот, у нас сейчас уже 1547 с 1561 То есть Давай, давай, а, я не могу летать У меня крыльев нет, а ни хрена А нет, я здесь ни хрена себе, я прыгал Вот смотрите Поднимаем И у нас фул кирка А5 То есть У вас будет зачарена кирка на вот этот Ремонт, вы одновременно будете Долбить ресурсы, теряя прочность Кирки И в то же время вы будете получать Опыт с этих ресурсов Например, с редстоуна С лазурита С угля С алмазов Вы будете обратно получать этот опыт И обратно восстанавливать свои предметы Я не знаю, ребята Честно, решайте сами Я не могу сказать, потому что Ну, с одной стороны Ни хрена себе Вы тут наплодились Уже Кролики Мать вашу То есть С одной стороны Это круто Но с другой Я не знаю, ребята Честно Я не знаю, что Что это такое Но Пускай Я ставлю вам На рассуждение Дальше Еще одно небольшое изменение Крыльев И мы на этом, ребята Будем заканчивать Если верить разработчикам То сейчас вы можете Пролетать с крыльями В один блок То есть в один блок Ну, ширина, высота Один блок И вы между Эээ Этим блоком Сможете залететь Прям Знаете, что это мне Что это мне напомнило Это как в GTA Есть, знаете Такие монтажи Где люди прыгают с самолета Потом Летят, летят, летят В последнюю секунду открывают парашют И пролетают через какую-то мелкую Скважину, это прям офигеть Как эпично выглядит И люди на этом реально делают прям крутые монтажи Я не знаю, ребята Давайте попробуем, я специально для вот этого Вот такое кольцо сделал, да, чтобы мы Ну, я не знаю А, то есть Я вроде попал, но я потом Остановился, смотри, да Смотрите, я остановился, я прям Как тут вообще реально вот так стоять На одном блоке, то есть вы видите То, что, да, это вроде возможно Но, я не знаю, может это Невозможно в том смысле, что Разработчики это еще не доделали Потому что мне кажется, вот Вот смотрите, ребята, ух, давайте тпхнемся Потому что все-таки, мне кажется, вы можете Просто-напросто застрять в этом Одном блоке и просто умереть Хотя нет, мы пролетели Мы пролетели, ребята, это Офигеть, как сложно, то есть не думайте, что это Просто Это реально нужно прям попасть в один Тот миллиметр, который вас пропустит Через это кольцо Вот сейчас, вот видите, мы Мы ударились, мы ударились А в другом варианте Мы просто-напросто застрянем Вот, как сейчас То есть, видите В третьем варианте мы остановимся Вот там, на том кольце То есть, в центре, да, мы там Ну Ну Ну, ну или просто убьемся Нифига You die at Edison Experienced kinetic energy То есть, как Чего нафиг Какой еще нафиг Кинетическую энергию Где мой Где мое кольцо Че за хрень Эм Эх 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 Ладно Допустим Ладно, ребята, в принципе На этом уже все У меня больше нечего Нету чего Что, что я могу вам сказать Это, в принципе Все обновления Новой версии Снапшота И, в принципе Будущего Майнкрафта И я надеюсь, что вам это понравилось Потому что мы рассмотрели Крылья Вот, вот что самое прикольное Это вот это Оп, как павлин нафиг Вы можете пролетать В разъем Который состоит только С одного блока У вас есть новое зеленеварение У вас есть Новая скорость На ваших лодках Также вы можете Просто-напросто Запускать свои лодки В космос Вместе с этими Лодками В ритме Можете Путешествовать Вместо каких-то там Космических Космических шаттлов Да Также У нас было Два зачарования Вы сможете ходить по воде То есть Создавать лед Лед Под своими ногами И также иметь Бесконечную Бесконечную прочность На оружии Хорошо ли это Или нет Я не знаю Но я еще расскажу вам Своё мнение У меня есть такое ощущение То что Создатели Майнкрафта Стали запихивать Моды В ванильный Майнкрафт То есть Крылья в Майнкрафте То есть Ходьба по воде В Майнкрафте Которая создает Ну Лед То есть Мы это уже Миллионы раз Видели и в тех же модах И в тех же Бескоманд Я не знаю Ребята Что дальше будет Они вроде уже И кулдауны То есть Поставили на оружие И вот это Они все делают Я не знаю Что они сделают В следующих версиях Может там Портал Портал В какой-то Сумеречный лес Будет Или какая-то Магия Как в Там Крафте Или Хрен его знает Что Ребята Мы будем Это все Смотреть И если Вы не хотите Пропустить Следующее Обновление То Подпишитесь На мой канал Я ребята Буду Очень сильно Этому Рад Честное Слово Ребята Вот прям Обещаю То что я Буду Этому Рад Потому что Я рад Каждому Подписчику Который Вступает В нашу Большую Дружную Семью Да Поэтому Прям Ты Подпишись Также Не забываем Ставить лайки Ведь я рад Каждому Вашему лайку Который Вы поставите И в принципе Я увижу То что вам Нравится Эта рубрика Я буду Следить За новостями Выпускать Как можно Быстрее Обзоры Новых Версий Да ребята Также Не забываем Оставлять Свои комментарии Ведь я Общаюсь Со своими Подписчиками Если ты Не веришь То можешь Оставить Свой комментарий С каким-то Ребята Хочу сказать Спасибо за просмотр На этом Мы заканчиваем К сожалению Но все же Всем удачи Всем пока